Вы слушаете чтение Библии. 29 сентября. Книга притчей с 20 по 22 главы. Глава 20. Вино глумливо, секера буйно, и всякий увлекающийся ими неразумен. Гроза царя, как бы рев льва. Кто раздражает его, тот грешит против самого себя. Честь для человека — отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего. Помыслы в сердце человека — глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит? Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него. Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое. Кто может сказать «Я очистил мое сердце? Я чист от греха моего». Не одинаковые весы, не одинаковая мера — то и другое мерзость пред Господом. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. «Ухо слышащее и глаз видящий, и то и другое создал Господь». «Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои, и будешь досыто есть хлеб». «Дурно, дурно», — говорит покупатель, «а когда отойдет, хвалится». «Есть золото и много жемчуга, но драгоценная утварь уста разумная. Возьми платье его, так как он поручился за чужого, и за стороннего возьми от него залог». «Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится дрессвою». «Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну». «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии. «Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он сохранит тебя». «Мерзость пред Господом – не одинаковые гири, и неверные весы – не добро. От Господа направляются шаги человека. Человек уже как узнать путь свой? Сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать. Мудрый царь выявеет нечестивых и обратит на них колесо. Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Милость и истина охраняют царя, и милостью он поддерживает престол свой. Слава юношей – сила их, а украшение стариков – седина. Раны от побоев – врачевство против зла, и удары, проникающие во внутренности чрева». Глава двадцать первая «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». «Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых – грех. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Приобретение сокровища лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист – того действия прямо. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме. Душа нечестивого желает зла, не найдет милости в глазах его и друг его. Когда наказывается кощунник, простые делаются мудрым, и когда вразумляется мудрый, то он приобретает знания. Праведник наблюдает за домом нечестивого, как повергаются нечестивые в несчастье. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, и не будет услышан. Подарок тайный потушает гнев, и дар в пазуху – сильную ярость. Соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Кто любит веселье – обеднеет, а кто любит вино и туг – не разбогатеет. Выкупом будет за праведного нечестивый и за прямодушного – лукавый. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою и сердитою. Вожделенное сокровище – и туг в доме мудрого, а глупый человек расточает их. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. Мудрый входит в город сильных и не спровергает крепость, на которую они надеялись. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Надменный злодей, кощунник имя ему, действует в пылу гордости. Алчба ленивца убьет его, потому что руки его отказываются работать. Всякий день он сильно алчит, а праведник дает и не жалеет. Жертва нечестивых – мерзость, особенно когда с лукавством приносят ее. Лже-свидетель погибнет, а человек, который говорит, что знает, будет говорить всегда. Человек нечестивый, дерзок лицом своим, а праведный держит прямо путь свой. Нет мудрости, нет разума и нет совета вопреки Господу. Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа. Глава двадцать вторая Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатые и бедные встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь. Благоразумные видят беду и укрываются, А неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, Богатство и слава и жизнь. Терны и сети на пути коварного. Кто бережет душу свою, удались от них. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состареет. Богатый господствует над бедным, И должник делается рабом взаимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, И трости гнева его не станет. Милосердый будет благословляем, Потому что дает бедному от хлеба своего. Прогони кощунника, И удалится раздор, И прекратятся ссора и брань. Кто любит чистоту сердца, У того приятность на устах. Тому царь, друг. Очи Господа охраняют знания, А слова законопреступника он не спровергает. Ленивец говорит, Лев на улице, Посреди площади убьют меня. Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, Тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, Но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, Чтобы умножить свое богатство, И кто дает богатому, Тот обеднеет. Преклони ухо твое, И слушай слова мудрых, И сердце твое обрати к моему знанию, Потому что утешительно будет, Если ты будешь хранить их в сердце твоем, И они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, Я учу тебя и сегодня, И ты помни, Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, Чтобы научить тебя точным словам истины, Дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя. Не будь грабителем бедного, Потому что он беден, И не притесняй несчастного у ворот, Потому что Господь вступится в дело их И исхитит душу у грабителей их. Не дружись с гневливым И не сообщайся с человеком вспыльчивым, Чтобы не научиться путям его И не навлечь петли на душу твою. Не будь из тех, которые дают руки И поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, То для чего доводить себя, Чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, Которую провели отцы твои. Видел ли ты человека проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями, Он не будет стоять перед простыми. Мы рады, что могли посодействовать, Чтобы вы посмотрели это видео. Но сегодня мы обращаемся к вам С просьбой для распространения этого видео. В последнее время YouTube сделал закон, Через который зрители помогают Определить, какое видео более популярно, Чтобы YouTube рекомендовал его Для других людей или нет. Например, если вы нажмете, Что вам это видео нравилось, Напишите комментарий, И нажмете на колокольчик, То для YouTube пойдет сигнал, Что это видео было хорошее, И он скорее всего предложит, Чтобы другие люди посмотрели, Рядом, которые стоят видео. Но если вы просто проигнорируете, Прослушаете и все, Даже не поставите нравится, То YouTube пойдет сигнал, Что это видео не заинтересовало Человека настолько, Чтоб он отреагировал на него. И тогда, скорее всего, Это видео не будет находиться рядом, Когда люди будут другое видео смотреть. Поэтому, если вы думаете, Что это видео будет полезно И для других людей, Посодействуйте этими шагами. Благодарим.